Что такое государство? Давайте еще раз к этому важной категории вернемся, обратимся. Государство – это определенная организация, которая создает в себе господствующий класс. Зачем он ее создает и какая это организация? Вот господствующий класс в тех обществах, которые мы рассматриваем, в классовых формациях, формациях с антагонистическими классами, как правило, класс господствующий, эксплуатирующий, он молочительный, правильно? А класс, который эксплуатируется, или кого эксплуатирует, он молочительный. Спрашивается, как можно удержать эксплуатируемый класс в состоянии подчинения, каким путем? Можно убедить рабов работать на рабовладельцев красноречием. Очень там красноречивые были ораторы и в Древней Греции, и в Древнем Риме. Можно убедить работать на… Ничего не иметь и работать на эксплуатируемых, на рабовладельцев. Это во-первых. Во-вторых, вы, наверное, знаете, что рабы во владельческом обществе были говорящими орудиями. Они никаких прав не имели, из-за людей не считались. И не считались они из-за людей по понятным причинам. Рабы изначально появлялись как поверженные противники, полученные, так сказать, добытые в ходе битвы. Раз он повержен, то если он оставлен в живых, то, как говорится, и то он должен быть благодарен, что он оставлен в живых. Но это, между прочим, те же самые, такие же люди и способные воевать. Поэтому как удержать всю эту массу рабов в повиновении? Для этого правящий класс, рабовладельцы, они объединяются и создают специальную организацию силы. Организацию насилия, которая представляет собой такую машину, которая приводится в действие всегда, когда рабы пытаются сопротивляться. А что могут делать рабы? Пытаться убежать, не выполнять ту работу, которую они делают. Пытаться сопротивляться требованиям рабовладельцев. И вот эта машина, принуждение одного класса другим, класса эксплуатируемого классом, со стороны класса эксплуататорского, называется государством. Вот так возникло государство. Государство возникло как машина, как организация силы для осуществления политики господствующего класса. Переход к другой системе, а именно к феодализму, означал переход и к другому государству. Одно дело, рабовладельческое государство, оно не признает никаких прав за рабами абсолютно. И оно поэтому обеспечивает рабовладельцам безраздельную власть. А вот что касается уже государства феодального, то за работниками, то есть за крестьянами, признается право на жизнь. То есть не может барин, феодал взять и убить просто так крестьянина. Он может заставлять работать на себя, но он не может заставлять работать бесконечно, как раба. Сколько он может заставлять работать? Вот крестьянин должен выполнять определенные функции на барщине, скажем, 3 или 4 дня в неделю. Остальное время на той земле, которую ему предоставляет феодал, на этой земле он выполняет сам те функции, которые считает нужным, обеспечивает существование себя и своей семьи. Это не касается феодала. Что он сажает, что он сеет, как он убирает, как он справляется, есть у него лошадь, нет у него лошадь, это его дело. Но тем самым новый уже работник феодального общества, он заинтересован в увеличении производства, правда? Потому что рабу никакого резонного увеличивания производства нет. Поэтому как только появляются такие средства производства, которые требуют внимания со стороны работника, тогда нужно переходить к феодализму. Потому что в условиях рабовладения никакой заинтересованности у работников в совершенствовании производства, в росте производительности труда нет и быть не может. И совершенствование орудий работники воспринимают, то есть рабы, как совершенствование орудия их закабаления, их уничтожения. Изменяются те нормы, которые устанавливает государство, та система, принуждение, которое используется, она модифицируется. То есть что разрешается феодалу? Феодал может продавать, покупать крепостных крестьян с семьей, без семьи, с землей, без земли. И феодал имеет право наказывать плетьми нерадивых работников за то, что они плохо работают на барщине. Как они работают у себя в домашнем хозяйстве, это барина не интересует. Когда произошла революция буржуазная, она действительно была великой, потому что она впервые освободила работника от личной зависимости. То есть ни один рабочий в личной зависимости ни от одного капитала, капиталисты, не находятся. Правильно? Есть рабочие, они могут наняться на работу к любому собственнику средств производства. В этом смысле они свободны. Даже можно сказать, что они абсолютно свободны, абсолютно свободны, потому что у них нет ничего, кроме способности к труду, кроме рабочей силы, которая есть в совокупности физических и духовных потенций, которые всякий раз пускаются в ход при производстве материальных благ. И вот задача государства буржуазии – что обеспечивать? Интересы капиталистов. А что значит обеспечивать? Ну, чтобы они не отобрали средства производства, охранять средства производства капиталистов. Если капиталисты не будут в состоянии удержать эти средства производства, они не смогут их эксплуатировать. На чем построена эксплуатация? На том, что каждый работник свободен в выборе того, у кого он будет работать. Но если можно отобрать средства производства у капиталистов, то он уже и не будет наниматься. Поэтому надо сделать частную собственность, священной и неприкосновенной. И вот задача буржуазного государства как раз и состоит в том, чтобы сделать частную собственность, священной и неприкосновенной. Встает вопрос. Ну, вот еще одна революция, социалистическая революция, которая представляет собой переход к коммунистическому обществу, который происходит не сразу. И как показано Карлом Марксом в работе «Критика годской программы» и Владимиром Лениным в работе «Государство революции», коммунизм в своем развитии проходит три таких этапа. Первый этап – это переходный период от капитализма к коммунизму. Второй этап – это низшая фаза коммунизма. И третий этап – это полный коммунизм или высшая фаза коммунизма. Можно сказать так, что есть переходный период к коммунизму, от капитализма к коммунизму и коммунизм. А вот сам коммунизм проходит две стадии, две фазы. Неполный коммунизм с родимыми пятнами и отпечатками старого строя – это социализм. Причем слово «социализм» Маркс не употреблял, а Ленин употреблял. Социализм – это низшая фаза коммунизма. Неполный, неразвитый, незрелый коммунизм. Коммунизм с отпечатками капитализма, которые изживаются. Когда они все будут изжиты, наступит полный коммунизм. А что это за отпечатки? Вот коммунизм есть бесклассовое общество, но на этапе первой фазы еще полностью классы не уничтожены. То есть уничтожены эксплуататорские классы, но есть различия между городом и деревней, людьми физическими и людьми умственного труда. Есть социально-экономические различия между мужчиной и женщиной. И вот как только эти все различия будут преодолены, и состоится переход в низшие фазы в высшую фазу. До тех пор, пока вот эти социально-экономические различия не изжиты, до тех пор, пока не преодолено то, что позволяет говорить о социальном неравенстве, до этого времени полного равенства нет и справедливости в этом смысле нет. И неравенство остается, говорил Ленин, и неравенство несправедливое, вот он прямо пишет об этом, при социализме неравенство остается и неравенство несправедливое. Вот для этого периода тоже необходимо государство. В чем функция этого государства? Оно тоже орудие принуждения, тоже орудие класса борьбы. Ну вот классную борьбу можно понимать как борьбу класса против класса, а можно понимать классную борьбу. И это правильно будет понимать и в первом случае, и применительно к эксплуататорским обществам, как борьбу класса за свои интересы. Каждый класс борется за свои интересы. То есть решил ли рабочий класс свою классовую задачу, построив социализм? Нет. Почему? А потому что его задача полностью уничтожить класса. Вот самая лучшая работа и краткая, и ясная, и понятная, прозрачная работа Ленина «Великий почин» там вот как раз об этом и говорится. Что должен сделать рабочий класс для того, чтобы он исчерпал свою историческую миссию. И пока он ее не исчерпал, будет сопротивление. А с чем связано сопротивление? Вот с тем, о чем вы стали говорить, что вот если человек возьмет и выставит не приоритет интересов рабочего класса, а приоритет каких-то особых интересов, своих личных интересов, тогда появляется некая противоположность. Потому что приоритет интересов рабочего класса – это одно, а приоритет других интересов, любых других, частных, мелких, других слоев, других классов, он противоположен приоритету интересов рабочего класса. И, следовательно, раз есть такая противоположность, поэтому необходимо это сопротивление, которое с этим встречает рабочий класс на своем пути, сломить, в том числе и с помощью силы. То есть необходима организация силы для того, чтобы обеспечить достижение полного уничтожения классов. И как только полное уничтожение классов произойдет, государство выполняет свою историческую миссию, принуждение социальное классовое уже не нужно. А раз нет никакого социального классового принуждения, государство отмирает. Обращаю внимание, что именно отмирает, а не отменяется. Потому что если нет таких явлений, которые приходится подавлять, то и нет мер, которые являются мерами подавления. Вот, скажем, по отношению к смертной казни Ленин цитирует такого социалиста Поля Галлея. «Пусть смертную казнь отменяют господа убийцы». То есть если убийцы прекращают убивать людей, то и не надо никакой смертной казни. Она никак не может появиться. Поэтому никакой нужды в отмене смертной казни нет. Смертная казнь сама отомрет. И вместе с другими мерами. Если люди не воруют, то значит не будет наказания за воровство. Не будет бандитизма, не нужны наказания за бандитизм. Так? И прочее. То есть или это будет такая редкость, то что только в порядке, так сказать, общественной инициативы можно эти проблемы решить без специальной организации силы, которая является государством. В связи с этим я хотел бы обратить ваше внимание на то, как по-другому можно посмотреть на это государство. Вот государство, любое государство, раз это организация силы со стороны господствующего класса, оно подавляет своих противников. Правильно? Государство подавления тех, кто противится осуществлению воли господствующего класса. Вот, скажем, рабовладельцы создали свое государство и подавляют противников, то есть рабов. Тех рабов, которые пытаются или убежать, или поднять восстание, как подавили восстание Спартака. А как будет, что значит подавлять? Давить как будет по-английски? Пресс. А как будет подавить репресс? Значит, вот это вот подавление, можно считать репрессией, можно сказать, что каждое государство подавляет, то есть репрессирует своих противников. Это что значит? Если противник не выступает, их не подавляет. Если они выступляют, их подавляет. Но такого, чтобы не выступали противники государства, не может быть. Если есть различия в интересах, значит будут различия и в действиях. А раз будут различия в действиях, значит государство будет подавлять эти действия, репрессирует. Поэтому, когда начинают рассуждать про репрессии, люди малограмотные или теоретически неграмотные, они как-то относят вопрос о репрессиях, каким-то историческим моментом в развитии нашего общества или государства. А можно сказать, что это пока существует государство, оно всегда репрессирует своих противников. Можете себе представить феодальное государство, которое бы не подавляло восстание крестьян? Можно такое представить? Нет. Подавило феодальное государство восстание Степана Розина? Подавило. Подавило феодальное государство восстание Емельяна Пугачева? Подавило. А Кондрата Булавина восстание подавил? Тоже подавил. То есть, причем каждый раз подавление было безжалостным. И вы знаете, что и четвертовали, и колесовали, и вешали, то есть самым, что ни на есть, беспощадным и решительным образом. Вспомним буржуазную революцию. Вот у нас есть улица Марата. Была набережная Робеспьера, пока ее не переименовали в Воскресенскую набережную. Это вот великие французские революционеры, а французские революционеры применяли принуждение по отношению к врагам французской, великой французской буржуазной революции. Применяли? Более того, они применяли такое орудие принуждения, как специальные ножницы. Гильотина. Гильотина сейчас применяется, кто видел, был на производстве, скажем, вот такой толщины стальной лист. И вот эта гильотина так, ух, и, так сказать, это он отрезает, отрубает они вот так, опускается и отрезает. Гильотину кто придумали? Вот придумывали представители французской прогрессивной. Прогрессивной, передовой французской буржуазии для того, чтобы репрессировать, подавлять, устрашать, терроризировать своих противников. А кто у него были противники? Феодалы. А феодалы были в свое время прогрессивным классом? Были. А когда они стали реакционными, а буржуазия стала прогрессивным классом, она использовала это самое подавление. Использовала силу и репрессировала. И вообще нет таких государств, которые не репрессировали бы своих противников. И наоборот, как только какое-то государство перестанет подавлять своих противников, это государство потеряет власть, потеряет силу, класс потеряет соответствующую силу и будет контрреволюцией. Что и подтверждает исторический опыт. Поэтому надо к этому отнестись с пониманием того, что если речь идет о государстве, это организация силы, это не общество по раздаче конфет, не общество по раздаче соколадок, это организация силы, в которую входят такие органы и организации, как армия, внутренние войска, органы внутренних дел, полиция, милиция, служба судебных приставов, служба безопасности и так далее, и так далее. То есть силовые органы, которые только для этого и существуют, чтобы подавлять действия, противоположные интересам господствующего класса. И вот тогда мы видим такую картину, что один класс, а именно господствующий, вооружен государством, вооружен в буквальном смысле и в переносном смысле вооружен государством, потому что государство – это не только оружие, это специальные организации, это представительные органы, это исполнительные органы, это контрольные органы, Это прокуратура, которая надзирает за полным и точным исполнением законов. Это служба исполнения наказаний, или еще она называется пенитенциарная система, которая тем и занимается, чтобы исполнять те наказания, которые вынесены судами и так далее. А почему суда? Суды, потому что это систематическое насилие, не случайное, не хаотичное, а в соответствии с нормами. А как называются такие нормы, которые определяют, за что и как наказывать? Что такое система норм, которая определяет с точки зрения интересов господствующего класса, кого и за что и как наказывать? Как они называются? А? Право это называется. Право. Право это возведенное в закон воле господствующего класса, право это возведенное в закон воле господствующего класса, а закон это норма, которая защищается силой государства. И наоборот. Закон это норма, которая защищается силой государства, а право это возведенное в закон воле господствующего класса. То есть воля должна быть широко представлена, расписана в нормах, выражена в нормах. И вот выраженная в этих нормах, за каждое из которых предполагается определенная мера наказания, сила господствующего класса, возведенная в закон воле господствующего класса, вот это и будет право. Поэтому право неотделимый элемент государства. И поэтому всякое государство это, можно сказать, диктатура, по своей сущности, диктатура господствующего класса. Диктатура. А что значит диктатура? Люди, которые, так сказать, этот вопрос не изучали, понимают под этим какие-то злоупотребления. Это неправильно. Диктатура это просто власть, не ограниченная законами. А как она может быть ограничена, если это диктатура господствующего класса? Сам господствующий класс устанавливает законы в соответствии со своими интересами. Причем существуют разные системы установления законов. Вот, скажем, в феодальном обществе кто устанавливал законы? Ну, царь устанавливал законы, а были у него помощники, которые разрабатывали, ему приносили, а он издавал указы царские, какие-то решения. А вот раньше в рабовладельческом обществе, как бы, законы принимались демократически. А в чем состоялась эта демократия? Демократию представляют обычно как власть большинства, да? Ну, на самом деле, к этой самой демократии, которая была в рабовладельческом обществе, рабы были допущены? Нет. То есть, как раз именно большинство-то не участвовало ни в выработке законов, ни в принятии каких-то решений. А вот вопрос о большинстве и меньшинстве, это вопрос был о том, что решало большинство рабовладельцев, ну, и свободных граждан. И меньшинство имело в суду тоже рабовладельцев и свободных граждан. А что касается рабов, они вообще в этом не участвовали. Феодализм – еще более честный строй. Там никто, ни в какие демократии не играет. Там изначально считается, что есть господствующий класс, он служит. Он всю жизнь служит, он с малолетства служит, и до глубоких сидин. И вот этот класс господствующий, он осуществляет свою диктатуру. А есть класс, который должен что делать? Создавать материальные блага, обеспечивать средства существования для господствующего класса – это крестьяне или крестьянское сословие. Есть дворянское сословие или феодальное, а есть крестьянское сословие. И вот такая власть, такое государство, есть государство, диктатуры, феодалов. Затем на его место приходит буржуазное государство. По форме буржуазное государство является таким расширением демократии. Оно, с одной стороны, воспроизводит такую систему, которая была уже при рабовладении – демократия. То есть, как бы все имеют право голоса, все имеют право голоса, ну а выигрывает при этом, при использовании этого права голоса, господствующий класс. Как это обеспечивается? А очень просто. Поскольку устройство буржуазного общества таково, что есть обладатели средств производства, то есть богатые, или класс богатых, класс капиталистов. И есть совершенно свободные люди, и главное, что они свободны от средств производства, и от всего, и от средств пропитания. То есть, для того, чтобы они могли жить, они должны постоянно наниматься на работу, идти продавать свою рабочую силу капиталистам, собственникам средств производства. И поскольку общественное бытие определяет общественное сознание, то при всяком голосовании выясняется именно это обстоятельство, что если общественное бытие буржуазное, то и сознание буржуазное. А если сознание буржуазное, в большинстве оголов буржуазные идеи, то на выборах должны побеждать, и побеждают без всяких исключений во всех странах и за всю историю существование буржуазного общества всегда буржуазные партии. Поэтому, когда некоторые товарищи беспокоятся, а кто победит? А кто победит на выборах? Ну, кто конкретно победит, фамилии, конечно, могут быть разные. Комбинации этих партий тоже могут быть разные. Вот, например, в Америке есть две партии, которые представляют собой одну партию буржуазии в двух видах, в двух лицах. Сначала вы голосовали за демократическую партию, потом вам надоело за демократическую, голосуйте за республиканскую. Надоело за республиканскую, голосуйте снова за демократическую. У нас гораздо шире поле и красивее у нас три партии, потому как у нас и в сказках трехглавый дракон, а не двухглавый. Вот, поэтому у нас есть Единая Россия, есть Справедливая Россия, есть СДПР. И вот эти три партии обеспечивают власть господствующего класса. Поэтому гарантирован, это гарантированное обеспечение интересов господствующего класса. А вот как КПРФ, которая парламентская партия, а она и за бедных, за трудящихся, и за мелкий бизнес. А как она за мелкий бизнес? Ну, чтобы его поддержать. А если его поддержать, какой будет бизнес? Уже не мелкий. И, то есть, за превращение мелких буржуа в буржуа. А что такое мелкий буржуа? Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Поэтому у него есть тенденция превратиться в настоящего хозяина, стать буржуа. И вот таким образом позиция КПРФ, ну, ее можно было назвать так, если употреблять феодальные термины, что это не оппозиция его величеству, а оппозиция его величества. Ну, как бы у его величества есть и оппозиция, которая как бы при нем, она его критикует, она украшает тем самым вот этой критикой этот самый класс, который стоит у власти. А действительной оппозицией она не является. И если говорить о классовом характере этой партии, это партия мелкобуржуазная. Это видно из ее программы и из ее действий, из-за того, что она поддерживает и тех, и других. Итак, перед нами картина классовой борьбы, такая разворачивается историческая, в которой один класс вооружен государством, но вот при переходе от одной формации к другой, вот это оружие государства, эта машина насилия, эта организация силы переходит к другому классу. Единственное, что получается, что на переходе от капитализма к коммунизму, как обосновали Маркс и Энгельс, нельзя просто взять старое государство и использовать его для коммунистических нужд. Почему? Потому что это государство приспособлено для обеспечения интересов частных собственников. Оно для этого приспособлено, так устроено и обеспечивает частную собственность, священной и неприкосновенной, и для других целей его пустить в ход не удается. Поэтому, как писали Маркс и Энгельс, его нужно разбить, сломать, разрушить, ну и такие прочие утверждения не делалось. И Ленин эти утверждения повторил в книге «Государство. Революция». Но когда наступила революция, выяснилось, что большевики и Ленин, они продвинулись далеко вперед. Они ничего не ломали, они просто использовали другой государственный аппарат, который вырос в лице Советов. Советы – это такие органы, которые создаются трудовыми коллективами по принципу представительства от коллективов. И вот к этим органам и перешла власть в результате социалистической революции. А старый государственный аппарат, никто его не ломал, не разбивал, а просто всех толковых людей, которые могли работать на пользу нового советского государства, их взяли на работу. Причем Ленин еще и обосновывал, что вот у нас построена наша работа с чиновничеством, с нашим, на принципах парижской коммуны. Не надо давать чиновнику больше, чем зарплата среднего рабочего. Вот если вы станете чиновником, то есть чтобы вы были заинтересованы, чтобы у всех росла зарплата, у всех росли доходы, надо, чтобы у вас была такая же зарплата, как у среднего рабочего. А если вы эту зависимость нарушите, то у вас может пойти зарплата вверх, а у рабочих пойти вниз. Но по отношению к буржуазным специалистам, говорил Ленин, которых мы берем из буржуазного аппарата, из старого, мы должны отойти от принципов парижской коммуны. Лучше, говорит, за науку заплатить, потому что без науки новое государство не построишь, откупится. Поэтому лучше мы заплатим за науку, и зато мы с помощью этой науки управления, с помощью специалистов, спецов, в том числе военспецов, мы решим свои государственные задачи, задачи нового государства. При этом, как показывает исследование, уже более позднее, например, у школа такой есть писатель, который писал исторические романы, фантастические романы, и вдруг взял и написал такие две книги – «Красный монарх и ледяной трон». Причем «Красный монарх» – это книга о том, что, я скажу, Сталин никакой не коммунист, никакой не большевик, это просто монарх, но он красный. При этом он рассказывает, что всякие бредни, которые про Сталина там говорили, разбирает их и говорит, что это вообще действительно бредни, а вот то, что Ленину и большевикам удалось привлечь наиболее квалифицированных военных в Красной Армии – это факт. То есть белогвардейцы не смогли на свою сторону привлечь самых квалифицированных, а большевики смогли благодаря своей вот такой гибкой, правильной и, ну, можно сказать, непримитивной политике. Политике, которая отличалась по отношению к своим чиновникам, по отношению к тем, кого привлекают. И вот Красная Армия, которая, между прочим, была снабжена с одной стороны комиссарами, которые обеспечивали политическую сторону дела, и военными специалистами прекрасными, царскими, она обеспечила успех в гражданской войне. Поэтому тут не так получилось, что нужно взяли от государства и перекинули, и стали решать другие задачи с помощью этого же государства. Нет. Пришлось создавать это государство. И это государство все равно, как государство. Оно обречено на что? На умирание. Почему? Что государство – дело хорошее, позитивное, но не само по себе. Позитивное в каком смысле, что оно отрицает отрицание. Отрицает отрицательное. Если вы отрицаете отрицательное, как только этого отрицательного не будет, нечего будет отрицать, и не надо будет иметь государство. Поэтому государство не отменяется, нельзя его отменять. Как сделал Хрущев, давайте отменим диктатуру Батриата. Мы отменили диктатуру Батриата, пришла диктатура Буржуазии. А так, чтобы не было никакой диктатуры, пока еще классы остаются, не бывает. А вот если вы будете последовательно лидию вести на уничтожение классов, с уничтожением социально-экономических различий, отпадет необходимость в принуждении, и не будет необходимости в систематическом применении принуждения, государство отмирает. Вот в государстве революции можно такую удивительную вещь прочитать, что демократия отмирает. Что при полном кунизме демократии не будет. Как так? Вроде как. Что же будет тогда? Демократия – это форма государства. Кратия – это власть. Демократия. То есть демократия – это форма государственного управления. Если не будет государства, то и не будет демократии. А что будет? А будет коммунистическое общественное самоуправление. Люди без организации силы, без применения силы по отношению к другим людям будут решать эти вопросы. Но это дело, как говорится, долго. И, как говорил Энгельс, там будут в это время жить люди не поглупее нас с вами, а они разберутся. А давайте мы разберемся в тех проблемах, которые стоят перед нами. Возвращаясь к той картине, которая встает у нас перед глазами. Картина классовой борьбы. Есть класс господствующий, который вооружен государством. И есть противоположный класс. И как вот эту борьбу назвать? Борьбу одного класса, который ведет ее с помощью государства, с тем классом, который ведет борьбу без применения государства, а наоборот, которого подавляют с помощью государства. Как вот эта борьба называется? Борьба двух классов, один из которых вооружен государством. Как бы вы назвали это явление? Обратите внимание, как мы вот двигаемся. Мы сначала картину представляем, а потом ищем название подходящее. А в математике обычно делается наоборот. Треугольник это, предел это. А мы здесь наоборот. Мы, значит, картину уже имеем перед глазами. А как это назвать? Как назвать такую классовую борьбу, стороны которой таковы, что одна вооружена государством, а другая не вооружена государством. Другая сторона – это эксплуатированный класс. Одна сторона решает задачу удержать государственную власть и использовать ее в своих интересах, а другая сторона решает задачу создать, завоевать себе государственную власть, потом ее удерживать и использовать в своих интересах. У него тройная задача. А у того, кто уже держит в руках государственную власть, у него двойная задача – удерживать и использовать. У него задача проще. Как называется это явление? Гражданская власть. А? Гражданская власть. Нет, это называется политика. Политика. А вы что думали? Политика. Вот мы можем это зафиксировать письменно. Политика – это классовая борьба. Она хоть и двусторонняя, но записывается как единое целое. «Классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти». Политика. Есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот обратите внимание, какая интересная вещь. И вы это явление рассматриваете с разных сторон. С одной стороны – это удержание и использование, а с другой стороны – завоевание, удержание и использование. То есть у оппозиционного класса – это очень более сложная задача. Но все прогрессивные классы эту задачу и решали. И эту задачу решил феодальный класс, когда воевал с рабовладельческим. Классом ее решила буржуазия, когда решала свою эту проблему, борясь с феодальным классом. У нас в современном мире уже полтора миллиарда, а точнее, миллиард 512 миллионов человек живет в социалистических странах, где у власти стоит рабочий класс, который эту задачу тоже решил. Он решил ее в Китайской Народной Республике, где живет миллиард 380 миллионов человек, и который производит 17% волового внутреннего продукта мирового, больше, чем Соединенные Штаты Америки, и которые производят только 15%, и которые отстали от Китайской Народной Республики еще в 2014 году. Это Вьетнам, в котором 90 миллионов человек. Это Корея, в которой 25 миллионов человек. Это Куба, в которой 11 миллионов человек. Это Лаос, в котором 6 миллионов человек. Ну, а в общей сложности вот полтора миллиарда. Более того, поскольку новый класс, передовой, и он, так сказать, развивается более быстрыми темпами, экономика его бескризисная, и экономика социалистических стран, где она и не плановой становится плановой, скажем, в том же Китае, 55% государственный сектор, и имеется пятилетнее планирование, и благодаря этому пятилетнему планированию выдерживаются темпы роста на уровне 6,5% в год. А в Соединенных Штатах Америки это вот та страна, которая может конкурировать с Китаем. Хотя и отстает. 2,6%. Значит, без всяких революций и без переворотов, и без смены власти постепенно сила социалистических государств, имеющихся в современном мире, растет, а сила со стран буржуазных уменьшается. Отсюда и такое явление, что вот те страны, крупные капиталистические страны, но которые не хотят быть объектом подавления или экспансии, как вводится в империалистическом мире или в империалистической части мира, они пытаются сблокироваться со странами социалистическими. В частности, Россия. Вот она сейчас вот буквально один пояс, один путь. Будет большое мероприятие проводиться в Китае. И в этом мероприятии будут участвовать 100 государств и в числе сопредседателей генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзяньпин и Владимир Владимирович Путин. Значит, Россия, поскольку она вовсе не хочет быть объектом экспансии со стороны Соединенных Штатов Америки и не видит никаких угроз со стороны Китая, а их нету, то она относительно приближается к Китаю и находится в двух организациях в единых с Китаем. Одна из которых называется... Это организация, в которую входят Бразилия, Индия, Китай. Как называется? Международное объединение такое. БРИКС. 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 Как? БРИКС. Китая. КОНЕЦ БРИКС. БРИКС. Потому что, скажем, Соединенные Штаты Америки демонстрируют сейчас всему миру, что с ними договариваться о нормальной свободной торговле в духе старых добрых буржуазных времен бесполезно. Сначала говорили, давайте создадим всемирную торговую организацию, уберем всякие торговые барьеры, мы вам будем капусту продавать, а вы нам будете и морковку продавать. А потом оказывается, нет, вы нам продавать морковку будете, а капусту мы вам продавать не будем, а поскольку вы решили капусту не сажать, вы обойдетесь теперь без щей и без кислой капусты в этом году. Но на следующий год вы, конечно, будете делать уже и капусту сами у себя. Конечно, Россия от этого не умерла, от того, что санкции стали производить, но умерла сама идея свободной торговли, сама вот эта идея о том, что будет ВТО, что ВТО – это будет организация без таможенных границ, без всяких пошлин, чтобы весь мир будет торговать, если у вас что-нибудь есть хорошее, вы всем продавать будете, если у нас есть хорошее, мы вам будем продавать. Оказалось, что это пустые разговоры, что на самом деле крупнейшие империалистические державы никаких этих принципов свободной торговли не придерживаются, и тот, кто клюнул на вот эту наживку оказался в дураках, долго водили за нос, долго там не принимали, все выставляли всякие условия, наконец вступили в ВТО, и что? А и ничего. А вот теперь никто эти нормы ВТО не соблюдает, и на них все плюют, их все разорвали, все, я имею в виду те государства, которые были закоперщиками этой самой ВТО, и фактически показали всему миру, что рассчитывать не приходится на договоренности, надо рассчитывать на силу. А кого сила? Вот, скажем, Россия присоединяется к Китаю, и поскольку между Россией и США паритет ракетно-ядерный, а Китай как бы он не входит в расчет этого паритета, он отдельно, то в итоге, значит, в блоке России с Китаем получается больше ракеты-ядерной боеголовки, чем в Америке. Плюс, скажем, та же самая Индия, она никакой опасности не видит от присоединения к социалистическому Китаю, тем более и Россия тут этого не боится, а она вместе с Пакистаном поступает еще в одну организацию, которая называется Шанхайского сотрудничества, организацию Шанхайского сотрудничества. И туда тоже входит и Китай, и Казахстан, и Россия, и Индия, и Пакистан. Индия и Пакистан вот сейчас должны быть приняты, вот-вот-вот все документы подготовлены. Так что мы наблюдаем сейчас вот как раз такой интересный момент, когда мир разделился на два положенных полиса, на две системы, но не таким образом, что вот система социалистическая, там все страны социалистические. Нет, это некая, так сказать, блокировка стран социалистических и буржуазных, но не империалистических стран, которые блокируются социалистическими странами с целью сохранения независимости и своей, так сказать, экономики, политики и так далее. И крупные империалистические страны, которые подавлять могут теперь только те страны, которые не попали в союз с Китаем, с Россией, с Индией, с Бразилией и так далее, и с Южной Африкой. Поэтому выбор очень простой. И мы убеждаемся в том, что такие страны, скажем, как и Сербия, и Косово, и Ирак, и вообще любые небольшие страны, если они не притулились к сильным миру сего и социалистическим, они должны притуляться или подвергаться опасности угнетения со стороны стран империалистических. А империалисты по-другому не могут и не надо ожидать от волка, что он будет есть морковку. Он не умеет есть морковку, он будет съедать зайцев и баранов. Значит, политика, дорогие товарищи, есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Иногда говорят, политика – грязное дело. Это правильно. Правильно по отношению к чему? Правильно по отношению к той политике, которую проводит реакционный класс. И политика – благое дело, если взять эту политику с той стороны, которую осуществляет, со стороны той политики, которую осуществляет класс прогрессивный. Причем многие классы проходили этот путь. Было время, когда рабовладельцы были прогрессивные, потом стали реакционным классом. Было время, когда феодалы были прогрессивные, стоит погулять по городу по-нашему и посмотреть на блестящую архитектуру, которая была воздвигнута когда? В феодальные времена. Правильно? И сам город-то вообще кем создан в Петровское время? Буржуазия переживает это, а рабочий класс, можно сказать, он и вообще исчезнет как класс с переходом к полному коммунизму. Он вообще не ставит свою задачу, вековечит свое господство. У него такие классовые интересы, особые. То есть задача рабочего класса, как нового прогрессивного класса, в том, чтобы уничтожить деление на классы и прекратить эту классную борьбу. А что, а борьба прекратится после того, как не будет классовой? Борьба может прекратиться? Нет, а борьба никогда не прекратится. Борьба за лучшее, хорошее, борьба в сфере творчества, борьба в журналистике обязательно будет продолжаться, без этого не может быть. Борьба нового со старым будет продолжаться, поэтому могут быть и проблемы, и неудовольствия, и успехи, и победы. Но она не будет носить классового характера. Мы же сейчас говорим о категориях, которые носят классовый характер и которые применимы к такому историческому периоду, пока классы еще остаются. Вот давайте попробуем применить это, это то, о чем мы говорим, и к этой классовой борьбе. Значит, если имеет место классовая борьба двух противоположных классов, значит, для того, чтобы вести свою классовую борьбу, каждый класс должен к ней подготовиться. А как он к ней подготовится? Он должен сформировать свой авангард. А что значит сформировать авангард? Это значит, что передовой отряд авангардов, это отряд таких людей, которые научно изучают интересы этого класса. Раз. Второе. Вносит сознание этих идей в класс. И третье. Организует класс для борьбы за его интересы. Короче говоря, это голова класса. Голова. Некоторые говорят, что это просто часть класса. Это неправильно. Вы возьмите часть рабочего класса, никогда партию рабочего класса не получите. Потому что, как объяснял Ленин, в силу своего положения, рабочий класс не может самостоятельно выработать пролетарскую идеологию. Потому что выработка пролетарской идеологии – дело научное. Поэтому, если нет таких ученых, вроде Маркса и Энгельса, которые вырабатывают пролетарскую идеологию, то и не будет этой пролетарской идеологии. Но всегда такие люди находятся. Не бывает такого, чтобы какой-то класс остался особенно прогрессивный, без авангарда. Пример. Вот скажите, братцы, декабристы – это представители какого класса? Феодального. Но они выступили с каких позиций? Какой класс поддержали? – Рабочих. Они выступили за освобождение крестьян. То есть они пошли дальше своего класса. Они выступили с позиции передового класса. Ну, можно сказать, буржуазного в то время. Правда? Вполне. Они за то, чтобы убрать личную зависимость, убрать крепостничество. И с ними беспощадно расправилось феодальное государство. А когда успешно расправилось, подождало еще несколько лет и освободило крестьян само. Почему? Потому что вовсю уже в России развивался капитализм в XIX веке. И, собственно, от государства требовалось одно – это признать. Но землю феодалы ни за что не отдавали. Буржуазная революция прошла. А буржуазия была слабая и трусливая, и российская. А феодалы землю не отдавали. И после февральской революции земля осталась у кого? У помещиков. А какая же это буржуазная революция? Значит, она не доведена до конца. Вот кто ее доведет, тот и будет авторитетом в народе. А кто ее довел? Ну, вот ее большевики довели до конца. То есть рабочий класс, решая свои классовые задачи, он заодно решил задачу буржуазной революции. Он национализировал землю и разделил ее по едокам. И началась, и что началось в деревне? Бурное развитие капитализма. И это развитие капитализма шло до конца 20-х годов, когда не началась там социалистическая революция в деревне, то есть коллективизация. Ну, так если класс имеет свой авангард, который решает такие задачи, остается только узнать, как он называется. Как называется такой авангард? Передовой отряд класса, который научно изучает интересы этого класса, вносит в класс сознание его интересов и организует борьбу класса за его объективные интересы. Как называется? Политическая партия. Политическая партия. Поэтому по общему правилу у каждого класса есть политическая партия, ходя здесь, всякие разные картины. Они могут быть с тремя головами, с двумя головами. Например, у нас, скажем, буржуазных партий, ну, считай, в России три. Рабочего класса, считай, не одной. Если есть одна, то в становлении. А сколько мелкобуржуазных партий? А мелкобуржуазие чем отличается? Что у него и такие идеи, и такие идеи, и такие интересы, и такие интересы. Они их хозяева, они и трудящиеся, они и собственники, и они за то, чтобы интересы трудящихся защищать. А в итоге, как и выбором, у нас было допущено 74 партии. Из них, считайте, три буржуазных, а остальные мелкобуржуазные. Мелкобуржуазные. 71. А какое это имеет значение? 71. Это характерно для мелкобуржуазных, она вся разрублена. Каждый может комбинировать интересы рабочего класса и буржуазных. И таких комбинаций существует сколько угодно. И можно их наделать. Так вот, ясное дело, что политическая партия формирует систему идей, которая бы выражала интересы своего класса. Как называется такая система идей, которая выражает интересы класса? Нет, это идеология. Это то, что я говорю, тоже правильно. В общем, тоже правильно. Я не буду говорить, что это неправильно. Но это... Программа тоже системы идей. Но это такая очень узкая. А идеология это в том, что развернутая система идей, научно выраженная. Программа, она в себе обычно доказательств не содержит. Правда? Программа прямо постулируется. Это, это, это. Мы будем делать это, 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 это. Что мы будем делать? А почему мы будем это делать? А чем это объясняется? А как это обосновывается? Это входит в систему идеологии. Сколько существует идеологии в обществе, которая расколота на противоположные классы? А? Две. Совершенно верно. Две идеологии. А сколько существует идеологии на этапе социализма? Одно или две? Много. Много. Это вот так, знаете, как это? Один, два, а дальше? А дальше много. Дальше много. Это вот мы с вами смеемся, а у нас вот так преподавал алгебру, член корреспондента экономии наук, Дмитрий Константинович Фадеев. Отец Людвига Фадеева, который недавно умер, и который возглавлял в нас в институт, очень крупный специалист по математической физике. Он выступал в актовом зале и рассказывал, как вот здесь они начинают выжать. Один, потом один, еще один, два. А вот этот рубеж после двух, дальше он очень трудно переходится, потому что дальше один, два и много, все. Много. И вот это целый скачок, чтобы от два перейти к трем. Если уже человек три сказал, тогда уже ему четыре, пять, шесть, уже нет проблем. А вот этот вот самый страшный переход, самый трудный, самый тяжелый. Поэтому один, два. У меня, например, сын говорил, посчитай, два, 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 два. Пожалуйста, сколько угодно, два, 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 два. А как от одного перейти? Ну вот, надо сказать, что поскольку эта система идей, вот те классы, которые последовательно имеют интересы определенные, буржуазия, рабочий класс, феодалы, рабовладельцы, у них, соответственно, последовательная идеология. Вот идеология, которая является, вот эта система идей называется идеологией. Ну, понятное дело, что сами рабы не выработали своей идеологии, и партии у них не было. Поэтому никакой такой научной системы идей в то время, которая выражала бы интересы рабов, не сложилась. Что касается интересов крестьян в феодальном обществе, тоже, наверное, вы знаете, что возьмите вы хоть Емельяна Пугачева, хоть Степана Разина как выдающиеся руководители крестьянских восстаний, ну, а какая у них была идеология? Вместо вот этого плохого царя будет царь хороший. Это какая идеология? Это феодальная идеология. То есть они не вышли за пределы, и понятно, какие-то были ученые, которые разрабатывали бы крестьянскую идеологию. Не было таких ученых. Поэтому и не выработали. А вот уже в другую эпоху, когда более свободную, в эпоху, когда начала развиваться бургарзия, и рабочий класс стал свободный, и люди свободно могли распространять идеи в обществе и становиться на позиции любого класса. Но оказались такие люди, допустим, как Энгельс, которые, будучи фабрикантами, становились на позиции рабочего класса. А Роберто, он разве не собственник фабрики был? Социалист-утопист. Да? Собственник фабрики был. А вот Энгельс был уже не утопист. Он выработал позицию рабочего класса. И, собственно, с Энгельса и пошла идеология Маркса и Энгельса. С первой книги Энгельса, которая называлась «Положение рабочего класса в Англии». А он в то время был сыном или был конторским служащим у своего отца на фабрике, сыном фабриканта. Он говорит, «Я оставил салонные разговоры, красное вино и поехал в передовую страну капиталистического мира, чтобы пожить три года с рабочими и изучить, как они живут». А Маркс почитал то, что написал Энгельс и решил заняться политэкономией после этого. Вот как было дело. Ну и Маркс, наверное, как вы понимаете, нерабочим был. Энгельс и Маркс ни тот, ни другой не были. А Ленин был дворянином с 16 лет. Между прочим, и Дзержинский тоже, и Колонтай. Поэтому такого, чтобы в это время уже буржуазной не было таких людей, которые бы могли защищать интересы передового класса, ну вот это уже нельзя сказать. И поэтому про это уже время Ленин писал, что есть идеология пролетарская, а есть буржуазная. И третья идеология не вырвала человечество. А какая идеология у мелкой буржуазии? Вот такая кожеобразная. Кто чего хочет, вырвать оттуда кусочек, отсюда кусочек. Поэтому вот эти мелкобуржуазные партии, они с одной стороны их много, потому что они вот эти комбинации разные себе делают и строят себе программы из этих, как из кубиков можно настроить самые разные пазлы. Вот они это сделают и с этим ходят. Поэтому сторонников они много не набирают. И потому что как вы будете набирать много сторонников, когда они как бы разъезжаются две стороны. Одна и вторая сторона. И поэтому как говорится мелкобуржуазия остается на бабах. Потому что есть рабочий класс, есть буржуазия, а это люди, которые ходят по баррикаде. А баррикады это самая такая плохая тропинка, особенно вот в революционное время. Лучше по ней не ходить, потому что стреляют с двух сторон. Надо туда или туда. Вот. Ну а как насчет такого понятия, как нравственность и мораль. Ну обычно под нравственностью понимают систему таких внешних норм. Вот. Ведите себя хорошо. Приходите на лекции. Слушайте, записывайте, издавайте. Это нравственность. Опаздывать нехорошо. Но если вы были на работе, это не считается, что нехорошо. Это значит, что таковые обстоятельства в жизни, которые нельзя не учитывать. И вот не учитывать такие обстоятельства нехорошо. И так далее. А что? Чем защищаются нравственные нормы? Чем? Вот вы сделаете неправильно, что я скажу? А что такое совесть? Вот сейчас не скажете, что такое. А что такое? У вас совесть есть? Что это? Не понял. Скажите. Вот. У вас есть больше, чем нужно. А что это такое, вы знаете? Вы только что-то плохое. внутренний самоконтроль моральный центр ну вот это вот близко к тому вот но я вот вам должен давать формулировки которые в науке родились вы сами убедитесь что они неплохие вот гегель говорил совесть внутренний нравственный закон не такой закон который я извне получили от государства от дяди там от кого угодно от преподавателя от начальника внутренний нравственный закон который вам говорит вот выйди делали так а так вот как вы сделали не хорошо или вот это вы сделали это хорошо есть у вас и как вы говорите контролер внутренний нравственный закон а нравственность одна или две пока классы еще есть для каждого своя почему потому что вот я скажем абрамович вот спросите меня хорошо иметь собственности много заводов и пароходов нравится хорошо не верите давайте побудьте у меня недельку покатаемся на яхте у меня там подводная лодка есть да вы увидите сколько у меня разных там сказать есть место охоты и рыбной ловли и в каждом доме там все оборудовано все хорошо поживете у меня потом будете рассказывать что очень хорошо быть богатым правильно а потом у вас спросит а жить чужим трудом хорошо а вы должны сказать хорошо ну хорошо же вы же посмотрели как я живу хорошо а что скажем друг представители другого класса у которого как раз забирает его труд и при виде прибавочного продукта и присваивает а присвоение чужого неоплаченного труда как называть присвоение чужого неоплаченного труда называется эксплуатацией и вот эксплуатируемые трудящиеся эксплуатируемые говорят что а жить чужим трудом не хорошо потому что без трудов праведных не назовешь от трудов праведных не наживешь палат каменных а если у тебя палаты каменные значит ты чужим трудом получил это поэтому то что один класс прославляет другой класс осуждает и это неизбежно неизбежно поскольку если мы признаем противоположность классовых интересов то соответственно и то есть а что значит противоположность классов интересов то что выгодно одному классу не выгодно другому а то что другому выгодно не выгодно этому значит соответственно каждый класс эгоистичен и он говорит это вот раз это мне выгодно вот это хорошо а другой глаз мне противоположное выгодно мне противоположное хорошо поэтому существует две нравственности две нравственности и раз существует две нравственности одной нравственности быть не может а как защищается нравственность никак общественным мнением. Каждый класс с помощью средств своих пытается отстоять свои нравственные оценки, но силы не равны, и поэтому в этом тоже состоит классовая борьба в сфере идеологии. Когда это проникает эти нравственные оценки вглубь души, это уже называется мораль, мораль. Не просто, так сказать, внешние какие-то нормы поведения, а это уже внутренние нравственные оценки. Ну вот, поэтому государство как сила, как машина насилия, как государство принуждения не вмешивается в нравственный вопрос. Почему? Потому что это вот норма, которая защищается только общественным мнением. Вот доказывайте, отстаивайте, что это нехорошо, а вы доказывайте, отстаивайте, что это хорошо, и спорьте между собой сколько хотите. Государство в этом не участвует. Но если вы начнете там кого-то избивать или нападать, или воровать, или отбирать, ну тогда вступают в себя уже нормы другие, да, которые защищают государство. Правовые, разведенные в закон волю господствующего класса. Вот, товарищи, на том мы сегодня остановились. Государство, политика, идеология и нравственность. И в следующий раз, сегодня больше занятий нету, сегодня у нас только одна пара, в следующий раз еще одна пара, и на этом наше занятие заканчивается, как всегда в самом таком хорошем положении, в рассвете сил. И мы перейдем к еще более важной фазе, к экзамену. Все знают, когда у вас экзамен, да? Да, пятого числа. А консультация будет? Второго. Второго на консультацию. Второго вы меня допрашиваете? Второго. Тебе. 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 Теб